Павел Игнатьевич Боровков вместе с другими саперами 76-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона строил переправу через реку Одер. Шла ледяная висло-одерская операция января 45-го года, и хоть война уже подходила к концу, но враг даже и не думал сдаваться. Наоборот, его сопротивление усиливалось пропорционально тому, как Красная Армия приближалась к Берлину. Пройдя с боями сотни километров, советские войска вышли к Одеру, который необходимо было срочно форсировать и занять плацдармы на другой стороне реки. Переправы, как всегда, нужны были еще вчера, и саперы бросились их наводить. Младший сержант Боровков работал на самом сложном участке в районе города Грашевиц под постоянным артиллерийскими наметным и пулеметным обстрелом. По льду со своими товарищами он таскал и устанавливал рамные опоры на фарватере реки, и когда мост был уже почти готов, прилетели черные юнкерсы. Фикируя вниз, самолеты противника стали сбрасывать на головы смельчаков тяжелые свертоносные грузы. Лед от постоянных взрывов, авиабомб разбивался, да и переправа, построенная с таким большим трудом, тут и там, разлеталась в дребезги. Когда самолеты улетели, то саперам предстало жалкое зрелище. Теперь вокруг моста льда уже не было, несколько больших пролетов переправы было уничтожено, а вода вокруг была заполнена шугой из мелких острых льдин и щепок. Подойти к переправе по твердой поверхности, чтобы продолжить работу, уже не было возможности. Но Павел Игнатьевич, схватив раму и пренебрегая опасностью для жизни, первым ринулся в ледяную воду. Его примеру не задумываясь, последовали и другие саперы. Они быстро заменили разбитые пролеты на мосту и даже завершили свою работу досрочно. Вроде особо и рассказывать не о чем, но как только представишь, что пришлось пережить в этот день саперам 76-го батальона, которые, работая в ледяной воде, царапаясь об острые края льдин и щепок, выполняли свой долг, то легкий холодок пробегает по спине. Благодаря подвигу младшего сержанта Боровкова и других саперов, уже скоро на западный берег реки Одер по новым доскам побежала пехота и стала переправляться техника. И плацдарм у немцев малой кровью был отвоеван. А в апреле с него Красная Армия нанесла уже последний удар по логову нацизма – Берлину. За этот подвиг 10 апреля 1945 года Боровков Павел Игнатьевич был удостоен звания Героя Советского Союза. Павел Игнатьевич был уроженцем деревни Антохино Тверской области. Родился он 30 июня 1912 года и до войны работал в Октябрьском леспромхозе. В июне 1941 он был призван в ряды Красной Армии и защищал свою страну на Сталинградском, Юго-Западном и Первом Украинском фронтах. А после окончания Великой Отечественной вернулся на родину и проживал в городе Западная Двина. «Скончался герой» 21 ноября 1990 года. Друзья, каналы Герои Великой Отечественной и Истории Онлайн не выживут без вашей поддержки. Так что для тех, кто неравнодушен, все ссылки в описании. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok